Либо-либо Всем привет, это Юр Саприкин и сегодня у нас необычный эпизод, его записали наши жены. Дело в том, что каждую летучку мы обсуждаем какую-нибудь тему и в какой-то момент я говорю, пожалуйста, давайте жены запишут эпизод. И у кого-то не получалось записаться, еще какие-то были проблемы, но наконец-то наши жены собрались и записали целый эпизод подкаста. И этот эпизод выходит при поддержке нашего партнера сервиса подбора видеоконсультаций с психологами, который называется Ясно. В середине эпизода вы услышите совместную рубрику, в которой Владимир Цибульский и Александр Борзенко поделятся своим опытом терапии. А еще я хотел сказать, что у нас есть промокод. Если вы регистрируетесь впервые на сайте Ясно, и при регистрации вы вобьете сперва латиницей и большими буквами, то вы получите скидку 20% на первую сессию. Переходите по ссылке в описании этого выпуска, там и эти другие подробности. Пользуйтесь, пожалуйста, сервисом Ясно. Пусть вам все будет ясно, пусть у вас все будет хорошо. Меня зовут Шура Охотина. Я жена Александра Борзенко, которая обычно говорит про трех наших детей. Про Петю, которому 16, Тиши, которому 14, и про Маню, которой 12. Привет, меня зовут Алия Шмагун, у меня есть дочь Соня, ей 5 лет и где-то 7 месяцев. Привет, меня зовут Вера, у меня есть сын Лёва, ему 6, недавно исполнилось, и еще у меня есть муж Юра, и ему недавно исполнилось 30. Это подкаст Первороди, в котором наши мужья не дают советов, а просто делятся своими тревогами, смешными историями и чем-то еще. Переживаниями. Подписывайтесь на их телеграм-канал Первороди. Там весело. И они все время просят это делать. Мы послушали последний выпуск с Первороди про work-life balance и решили тоже рассказать про свои на эту тему размышления. Не советы, не переживания или переживания. У меня переживания. У кого-то переживания, у кого-то у кого-то депрессия. на самом деле до того, как вообще узнала, что ребята оказывается записывали такой выпуск, подумала, что самая животрепещущая для меня сейчас тема это про работу, потому что я начинаю уходить с той работы, на которой я пробыла последние три года. А ты уходишь и сразу идешь на другую? Нет, у меня перерыв, который как раз заставляет задуматься. До этого я была на другой работе тоже три года. В целом, более-менее есть тенденция к тому, что мне нравится стабильность. Я работала в музее долго, а потом перешла в IT. А сейчас какой-то такой новый виток. Я ушла. То есть, когда я работала в музее, мне казалось, что я делаю что-то важное, я поднимаю с колен культуру. Потом также я думала про диджитал-сферу, в которой какие-то дела увеселительные проекты. Я занималась геймофикацией. Я была гейм-дизайнером. И сейчас тоже я в этом конкретно том, что я делаю, тоже вижу мало смысла. Но теперь у меня есть ребенок. И это тоже влияет на то, как я думаю, что я хочу. Я очень боюсь выходить на какую-то новую работу. То, что той, которая у меня была, был прекрасный work and life balance. Я могла управлять этим. Если я выйду куда-то еще, я не знаю, смогу ли я еще. Это страшно. Это очень важная вещь. Меня всегда пугает во всех работах, что я не смогу управлять процессом, в смысле, балансом. Поэтому у меня никогда не было работы, в которой я штатный сотрудник, и вообще надо ходить или что-нибудь. Ну вот, да. В общем, переживаний тут много. Интересно, я тоже послушала выпуск про work-life balance. Поймала себя на таком чувстве. Ага, значит, у них есть work и есть life. И они между ними балансируют. А у меня какое-то полное ощущение, что после рождения ребенка у меня есть, значит, работа, которую я как бы работала без отрыва вообще после рождения Сони. И мне добавилась еще одна работа, типа, менеджерить дом, менеджерить, я не знаю, чтобы на столе была еда, типа, постоянно быть включенной как бы в то, что происходит с Сони. И я не воспринимаю это, честно говоря. Я поймала себя на такой мысли. Это, наверное, странно, что я не воспринимаю, что это баланс между работой и жизнью, что у меня это скорее, типа, баланс между одной работой, другой работой и еще какой-то своей жизнью, которую я пытаюсь как бы совсем не потерять и как-то жить. Ну, то есть, я как-то поняла, что, типа, вот есть, значит, некий ужин, на который они могут заявиться, значит, в... Наушники. Наушники. Простите. На глубины. Души поросило. Ну, надо сказать, что Юра с Вованом тоже удивились, когда Саша с Вованом за ужином все цена. Учитывая, что, Саша, одно ухо заложено, это реально просто кошмар. Это два наушника. Надо же не прикрываться одним. Просто ты как идиот, ты что-то говоришь, он просто как бы не реагирует. Ты орешь, он не реагирует. Ты зовешь за стол, он не реагирует. Ну да, но сам факт, что ты можешь либо включиться в этот ужин, либо не включиться, но а кто тогда как бы делает этот ужин, чтобы он появился на столе, чтобы как бы другие члены семьи туда заявились. Ну то есть как бы ты как будто есть некий процесс, который происходит помимо тебя, а ты в него выбираешь включаться тебе, если у тебя есть силы на то, чтобы поддерживать этот work-life balance, либо не включаться, а как бы, ну хорошо, а если оба взрослых как бы не будут включаться в это? Вот у меня про это есть маленькая история. Я, в принципе, работаю не очень много и работаю только из дома и, ну, бывает, куда-то выхожу встретиться, но, в принципе, я как бы сама себе хозяин, работаю дома. И последнее время в Риге у меня работы было довольно мало. Но сейчас так сложилось, что у меня две работы с горящими дедлайнами реально просто полный швах. И я неделю работала просто вот я вставала, садилась за стол и не отходя от работы, до ночи работала. Да, я рассчитывала, что Сажу, который в это время, ну, он всегда работает, но у него не было какой-то конкретной вот прям сдачи чего-то срочного. Что он как бы немножко подхватит, возьмет на себя настолько, что я могу не думать о том, что должен быть ужин, должен быть обед. Я могу что-то оторваться и сделать, но как бы, что ответственность не на мне. И Саша много чего делал на самом деле. Он готовил еду и все как бы... Ну, в какой-то момент я тебе сказала, это еще вообще долго будет продолжаться. Жизнь остановилась. Потому что на самом деле я не знаю, в чем эта функция заключается, но какое-то, видимо, менеджерение все-таки по умолчанию, видимо, лежит на мне. Из-за того, что Саша обычно на работе, а я дома. В глазах детей, я не знаю, как-то по инерции. Ну, да, об этом я и говорю, когда говорю, что ты не можешь просто отключиться, поэтому это все равно всегда занимает часть твоей головы. И поэтому для меня, я поняла, что для меня баланс должен быть между работой, работой мамой, ну, или как бы, я не знаю, вот этим менеджером семьи, так или иначе, и вот как-то ухватыванием как бы своей какой-то еще жизни. Понимаешь, когда дети уже довольно взрослые, в конце концов можно забить, это не младенцы. Но я, сидя и работаю, нервничая из-за дедлайна, я все равно переживаю, и для меня это дополнительный нервяк, что дети хотят обедать, а обеда нет, значит, может быть, все-таки мне надо оторваться и что-то сделать. Или пойти пнуть Сашу, чтобы он вернулся и приготовил, или не знаю что. Но я не могу от этого отключиться, я все равно не могу. Я недавно это тоже отследила у себя, но я не очень поняла, как бы, это проблема общества, там, нашей семьи или конкретно моя, потому что это были какие-то маленькие ситуации, где я бесилась на Лева. Ну, не открыто, но, как бы, например, что я не могу доесть, что он просит меня, там, мы едим, едим, он чуть одно, второе просит, я встаю и не доедаю, я от этого злюсь, там, потому что я не могу. Вот. И потом, я это даже с психологом разбирала, это было какое-то накопленное вот чувство, что я просто постоянно что-то должна вот там, вот туда-сюда. Но, и вот тут же поняла, что это скорее, как бы, я могу это остановить, свои эти мысли. То есть, ничего не случится, да, так же, то есть, хорошо, Лева даже маленький, но ничего не случится, там, если я не встану тут же. И я вот все время вживу, да, в таком вот, то есть, часть мозга, она посвящена вот этому. Это я про себя точно понимаю, даже при том, что дети уже все-таки очень взрослые, что для меня приоритет, как бы, чтобы дома все было на своих местах, и как бы, чтобы у детей не было ощущения, что жизнь остановилась. Для меня всегда это было важно. И когда у нас были бесконечные переезды, поэтому непонятно, что я делаю, не делаю, все вот те же мысли, что у вас, кто я вообще, и чем я занимаюсь, потому что моя профессия действительно довольно странная и непонятная. Она вызывает такие мысли. Да нет, нормальная профессия, мне кажется, наоборот. Денег не приносит. Единственная профессия, где понятно, что ты делаешь. поэтому у меня всем возникают вопросы, что ты занимаешься какой-то фигней, дети, непонятно что. И у меня всегда было, что сначала надо привести жизнь в порядок, чтобы дети ходили в школу, чтобы, не знаю, там, все было в порядке, потом уже думать о работе. Саша мне всегда говорил, что это неправильная позиция, надо наоборот. А я не могу как бы начать думать о работе, брать заказы и так далее, пока непонятно, где мы живем, в какой квартире, кто где спит, кто в какую хоть школу, у кого какие там штаны, не штаны, не знаю что. Мне некомфортно, пока как бы более-менее хотя бы не достигнут какая-то стабильность, я не могу думать. Потому что для меня это важнее, видимо. У меня есть одно соображение и одна новость. Значит, соображение такое, я это заметила, когда Соня появилась тоже. Потому что, на самом деле, мне кажется, я вот в материнство заходила с таким представлением, что, ну, как бы будет просто еще один какой-то любимый человечек рядом с нами. Как там все, знаете, модные семьи такие, типа, наша жизнь совсем не изменилась, это ребенок подстраивается под тебя, а не ты под него. Ну, и как бы я примерно такой мамой намеревалась стать. И более того, мне кажется, если как бы кто-то со стороны смотрит на нашу семью, и там даже мои родители, там мамы к нам приезжают, и она такая, ой, вы такие молодцы, ну, вы там, и работать-то вы успеваете, и там, и все, и все. Вот. Но на самом деле я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, и как бы у меня есть естественный приоритет, ну, блин, да, это моя жизнь, моя, ну, работа, потому что это для меня суперважно всегда было. Но реально, когда появилась Соня, и я поняла, что если у нас дома не убрано, ну, то есть, вот знаете, вот этот бардак, когда вещи просто везти, я не могу, я как бы у меня такое раздражение, ну, где-то вот в одной части моего мозга, что я могу уйти даже в офис, но я буду думать. Причем, да, когда я нервничаю по работе, и у меня дедлайн, это не очень часто, слава богу, бывает. Я понимаю, что я становлюсь ужасно раздражительной. Почему? Потому что вот это все, что я подбираю каждую секунду, домашние какие-то, вот то, о чем ты говоришь, если этого не происходит, я начинаю беситься на окружающих. На детей, когда же они не убрали по обеду в посуду. На Сашу, что он приготовил обед, спасибо большое, но шкурки от картошки валяются по упору. Вот как бы я не могу при этом сидеть за столом, и я становлюсь просто мигерой, и думаю, господи, слава богу, что я не работаю постоянно, потому что меня бы все уже возненавидели, наверное, просто. Да, но мы как бы тоже как-то решали это, там, нанимали уборщицу, я уже не мыла полы, признаюсь, много лет. Ну, Вован очень подстраивается, и на самом деле я вот сюда шла сегодня, думая о том, что как-то после нашего выпуска, то ли я жаловалась в выпуске, то ли после выпуска, то ли я постеснялась пожаловаться, а потом в Инстаграме написала, и все ржали, что как бы прекрасно Вован развешивает белье, например, но он развешивает его вот так комками, помните? Легендарная история, да. Тише, у нас развешивать белье не комками. Ну, подожди. И я как бы даже стеснялась на это жаловаться, но сегодня, когда я уходила на подкаст, и вчера Вован развешивал белье, потому что я болею плохо себя чувствую, и я смотрю, оно развешано почти так же, как развесило. Его я. Что бы рассказать на этом подкасте, в этом выпуске? Лучше, чем любой психотерапии, просто рассказываешь публично, что тебя бесит, потом это исправляется. Просто мысль была на самом деле не в том, чтобы похвалить Вована, но, Вован, спасибо тебе огромное. Но я к тому, что да, мы все фиксим в каких-то там местах, где особенно это раздражает, но по итогу такого, что типа я могу сказать, да, у меня есть лайф, вок и другой вокбаланс, как бы этого все равно не происходит. Вот уже пять лет, и, короче, у меня новость. Я записалась на группу поддержки мам с выгоранием. Вау, такая есть. Я не знала, что такая есть. Расскажи, что это. Ну, в смысле, я пока еще я только записалась туда. Ты не похожа на маму с удовольствием? Да, я знаю. Я знаю, что не похожа, но я осознала, что реально, типа... Олесь, это очень круто же, что ты нашла такую группу, я теперь тоже заинтересована. Поэтому скорее хочется узнать, что же это такое. Но ты еще не ходила. Нет, я только записалась. Ну, короче, я не знаю, что это такое, но сама мысль, что, что, типа, яма с выгоранием, она расстраивает меня. Слушай, то, что ты это признаешь, это уже очень, вообще-то говоря, неплохо. Да. Но вообще, это должна была быть, типа, ха-ха веселая. Сколько мы продержались, да? Ну, просто, короче, знаете, вот это, типа, ты реально постоянно это игнорируешь, то, что у тебя есть, я не знаю, два огромных, типа, когда у тебя просто работа, и ты там реально вкладываешься, переживаешь, этого как бы уже довольно много, а у тебя еще есть такая работа и такая. Ну, это просто реально очень сложно совмещать с материнством. Видимо, поэтому я никогда по-настоящему не работала, потому что я понимала, что я вот не хочу, чтобы у меня было, выходила из-под контроля домашняя часть, потому что, видимо, она мне важнее. Вот, но еще что я поняла, это, наверное, тоже про переключение и также про самоидентификацию, то есть про работу, более-менее понятен вопрос, кто я, что я делаю, для чего, там, для денег, для самореализации, еще что-то. Вот, но недавно я еще поняла новую проблему, что, когда мы с Левой, очень редко мне удается провести время так, что, как, типа, то, что называется quality time, ну, типа, что вот мы там чем-то классно занялись. Как Юра на погулке без телефона. Ну, да, да. Это тоже, ну, как бы, на работу ты приходишь, ты знаешь, что ты должен, как бы, вот, ты можешь любить работу, не любить, это не важно, ты, как бы, что-то там делаешь, и, скорее всего, сделать хочешь это как-то нормально. Вот. Вот. А с ребенком то же самое, то есть это не только про безусловную любовь или там про то, чтобы он был там чист, сыт и так далее, но еще также про вашу связь какую-то, и это тоже на самом деле работа. Ну, то есть не всегда удается вот так, ох, как давай классно проведем время, вот, или там что-то, и обязательно что-то придумать, или можно не придумывать, просто все равно, это какое-то время, и я поняла, что в последнее время, ну, мне не нравится, как это проходит, может быть по разным причинам, вот, но это тоже так же, как бы, когда ты это наблюдаешь, ты что-то начинаешь хотеть с этим сделать, поэтому я это тоже к слову о том, что ты нашла эту группу, вот, и это очень классно. У меня было все время какое-то такое отношение, что я должна пофиксить то, что как раз вот у меня происходит на работе, там, кто я, зачем я, и как бы я этому всегда уделяла очень много внимания, а тут я поняла, что, блин, а может быть фиксить надо немножко другое, и это было, ну, короче, для меня интересное открытие. Я не знаю, что там будет, на самом деле, я записала скорее, ну, тоже так, типа, давайте попробуем теперь это, вот, но на самом деле у меня какие-то большие ожидания, ну, именно потому, что как бы я впервые посмотрела на то, что, блин, а фиксить-то можно еще, ну, вот это, типа, да, реально, ну, как ты проводишь время с ребенком, почему, как бы иногда на это я тебе могу ответить, когда мы только переехали второй раз в Ригу, в смысле работы, это очень неприятно, потому что мы сначала уехали в Ригу, дети были втроем маленькие совсем, они были три года только-только, поэтому никакой работе толком думать было невозможно, не говоря о том, что моя работа связана с вещами, если я приехала с пустыми руками, я не могу работать, у меня недостаточно компьютера совершенно, значит, и потом мы как-то более-менее наладили жизнь там, вернулись, наладили жизнь в Москве, уехали и стали налаживать жизнь заново в Риге, я была в полной истерике, я уже не говорю про войну и все на свете, что фон отвратительный, и я все время говорила, что вот пока мы не наладим жизнь, где живет Петя, в какую ходят школу дети, и так далее, я не могу даже приниматься за работу, но Саша часто говорил мне, что надо поменять, наоборот, баланс местами, что ты должна сначала заняться налаживанием своей жизни работы, а все остальное под это подверстается. Ну вот я... Ну это же очень индивидуально, ну то есть если бы это... Да, я как раз говорила, что я не уверена, что это так. Не у него, наверное, так. Да. Ну вот в результате я как бы осталась на своем, а сейчас я хотела похвастаться про качественное времяпрепровождение с детьми. Так. Опять же, времяпрепровождение с нашими, со взрослыми детьми, с Левой и Соней, как вы понимаете, совершенно кардинально разные вещи. Но тем не менее, дети, особенно которые не ходят в школу, все время ноют. А какие у нас планы? А что мы будем делать? Я понимаю, что я не могу с ними в Лего поиграть. Да? И сказать, давайте играть в Ticket to Ride. Ну как-то глупо. Ну так не проводят время со взрослыми детьми. Но тем не менее, им не хватает какого-то... Даже не от меня, в принципе, что-то не хватает. Я понимаю, что я эти события не могу. Какие у нас сегодня планы? Да никаких, я сижу работаю. Ну хорошо, а если бы ты не работала? Вот, я хочу сказать, что, когда у меня были последние недели этой сдаванки, я была страшно рада, потому что я приспособила Маню работать вместе со мной. И она реально... Нам надо было сделать три стеллажа книжек, и мы с Маней реально в четыре руки сидели, эти книжечки делали, смотрели сериал, Маня включала под это дело. Мы вместе смотрели, что-то обсуждали, и сидели, стругали. Это было ужасно классно. Маня, конечно, уставала быстро, которая говорила, о, я пойду там. Я говорю, Маня, нет, нам надо сегодня доделать. И Маня как бы поняла и включилась в то, что вот она ответственно знает, что вот эту полку она должна доделать не позднее, чем завтра к вечеру. Это было ужасно классно. Подожди, это реально уже работает как помощь? Потому что я иногда Соню тоже к чему-то привлекаю, но то, что вот она там... Нет, 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 Маня реально... Я пыталась ее привлечь перед этим к шкурению, реставрации дверей. Там надо было отшкуривать деревяшки. Маня так минут пять почистила, сказала, ну, что-то ничего не меняется, и сбежала. То есть это ей не пошло. Но это там действительно труднее. А что вы делали? Резать, рисовать книжечки Маня прекрасно. Вы комнату какую-то делали? Мы делали на заказ макет комнаты, и там было три книжных шкафа. Вау. И, конечно, можно было нарисовать картоночку с корешками, но я как-то стала сразу делать по отдельной книжечке все. И как-то дальше уже менять тактику было поздно, а их было реально много. Поэтому мы ставили фотографию стеллажа, резали, клеили эти книжечки, а потом сидели и их раскрашивали под... Ну, чтобы они были такие, как на полке. Блин, у меня прям руки зачесались. Можно я приду к тебе тоже? Причем сначала я очень расстроилась, потому что я Маню посадила, и у нее плохо получилось. А ты ей сказала? Да. Маня, ты делала все? Нет, Маня сделала одну полку. Я говорю, Маня, это никуда не гадит. Почему? Я говорю, ну, представляете, цвета совершенно не те. Никакой прорисовки корешков там. Ну, как бы, ну, просто разноцветные картонки. Маня так немножко... Ну, не хочешь, я могу не помогать. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты помогала, но хочу, чтобы ты это делала качественно. Маня научилась быстро довольно. Класс. Так что Маня может вполне. Ну, Тиша тоже можно к чему-нибудь приспособить, наверное, но пока... Да, я слышала, он там редактуру еще занят. Да, 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 это в поезде, когда мы ехали из Амстердама, Тиша решил за Сашу. Саша, надо было срочно какую-то редактуру делать. Или факт-чекинг, факт-чекинг. И Тиша такой, давай я вместо тебя. Блин, ну это очень круто. Вот Юра тоже упоминал про то, что Лёва говорит, что хочет стать футбольным тренером, как папа. И я поняла, что вот всю Лёвину жизнь практически, то есть у него главное я в основном была. Мама такая фигура. Мама и папа, ну и папа тоже, но в первую очередь я. Вот, у него еще была ужасная, изматывающая любимая игра последнее время. Он все время говорил, насколько он кого любит. Он был одержим цифрами, никто его из-за языка не тянул, никто его не спрашивал, кто насколько, кого он любит. Вот, а он все и начнет, и он видит наши лица, и еще ему больше хочется вот это все рассказать. И там все время фигурировало, что он любит меня там, например, на 500, Юру там на 400. И это все время так грустно. Ну там еще там такой вообще в целом рандом. Он потом начинает говорить там, что своего самого лучшего друга он любит на 1500, а другого друга с футбола на 10 тысяч. На 421 же. Да-да-да. Вот, и это каждый раз. И он начинает с нас, и все время там я чуть-чуть, у меня больше баллов, чем у Юры. Это как-то совершенно, короче, неприятно. Вот. Но недавно он начал говорить, что он любит меня на 500, а папу на 501. Вот. И я такая, вау, ничего себе. Что случилось? Что это за один балл? Вот. И он сказал, что вот папа со мной гуляет. Вдруг это, конечно, такие двойственные чувства. С одной стороны, я такая, вау, наконец-то как бы не я, вот не все на меня направлено. Внимание вот это вот, где я, что я делаю. Вот. С другой стороны, я такая, блин, ну я тоже гуляю с тобой. Вот. Но, мне кажется, во многом это про вот этот футбол, что Лёва ходит на футбол, что он вот видит, как Юра тренирует. Да. И ему как бы вот Юра такой, вау, крутой. Он все время рассказывает, что мой папа может мяч там вот туда вот запустить. Короче, через вот его работу он увидел, ну поскольку он сам начал этим заниматься, почувствовал как-то. Да, да, да. И это я, ну вот про то, что Мане тоже как бы тоже вот какой-то... Да, да, да. Это очень приятно. Не просто она руки занимает, а это именно, ну и понимание, что вообще за люди рядом с ними, что они делают. Нет, нет, это было именно ценно тем, что мы вместе сидели, вместе что-то обсуждали, успеваем и не успеваем, параллельно смотрели кино, о чем-то болтали. И Маня была полноценным как бы участником всей этой ситуации. А не как... Ну действительно, это такой опыт. Вот у Лёва похоже. Потому что когда наши дети были примерно как Лёва, кто-то из них спросил, а чем папа занимается на работе? Я не помню, кто это был. Может, была Маня самая маленькая. Говорит, папа приходит в библиотеку и лежит на диване или что-то такое. Я уже не помню. Я не помню, где в этот момент работал Саша. Господи, что это за место работы? Потому что они совершенно не представляли себе еще. Ну, может быть, они были поменьше Лёвы. Я не помню уже. Но именно вот это вот важно, иметь представление о том, что родители делают на работе. А не просто вот ушел на работу. Да-да-да. У нас Соня тоже начала спрашивать меня в какой-то момент еще даже пораньше. И как раз задумалась, блин, сейчас еще Соня спрашивает, кто я, что я делаю. Вот-вот, когда мы жили первый раз в Риге, дети были маленькие. Я все время тоже очень переживала, что для детей я как бы никто. Ну, почему? Ты мама для детей. Ну, мама. Но кроме мамы ничто. Ну, они же не спрашивают, куда ты уходишь, потому что ты не уходишь на работу. Я понимаю, но мне хочется, чтобы они считали, что я не просто мама, которая умеет готовить пироги, суп, не знаю, гулять с ними на площадке. А еще, в принципе, я кто-то еще, кроме этого. И для меня это было отдельным таким переживанием, что дети считают, что я никто как бы. Ну, а я с Соней говорю, Соня, вот я журналист, я пишу статьи, и у нее почему-то это так перевернулось. А, книги тоже ты пишешь? И почему-то потом она была уверена, что я пишу книги. Я такая, да, Соня, может быть, когда-нибудь. Она сейчас у нас такой период, уже много месяцев продолжается, когда она расстраивается ужасно, когда у нее что-то не получается. Вот чуть-чуть, все. Она даже не просто расстраивается, она в какой-то ужас впадает. В месяц ума не тоже такой бывает. Она прям такая... И вот мы сейчас учим с ней буквы, это была другая тема, которую я предлагала, но меня не поддержали. Вот, и она иногда там не может какую-то букву вспомнить, она сидит и начинает такой бум-бум-бум-бум себя по башке. Я такая, о, господи, Соня, ты очень умная голова, умная голова. А она такая, я не могу вспомнить. И я такая, господи, жизнь какая. Ну вот, и один из моих педагогических приемов тоже, не то чтобы, наверное, очень. Оригинальный был, когда я показала, я говорю, Соня, вот смотри, я сдала свою статью, а теперь смотри, как выглядит редакторская правка. И у меня буквально... Ну, это был... Не всегда так происходит, но в этот раз был такой пример, когда у меня просто весь текст перекрашен в красное, от просто, от замечаний, переписок, всего. И я вот еще, пока Соня не была рядом, я, честно говоря, смотрела на это и думала, господи, я ничего не умею. Но когда перед Соней я сразу такая, ну смотри, это он сейчас так выглядит, но я над ним еще поработаю, и мы все замечали... Все буквы вспомним. Да, буквально. Все замечания исправим. И потом я ей показала, вот смотри, почти не осталось замечаний. И сама как бы восхитилась, думаю, о, как наглядно. Но, по-моему, для Сони, не знаю, поняла ли она, чего. Ну просто такая история, как с футболом Левы, это для ребенка более доступно и понятно, и поэтому включиться как бы и оценить легче. Да, в Сонином случае это просто ей... Ну ей сложнее, это абстрактно очень для нее все-таки. Нет, ну буквы она учит же. Тут было... Нет, вы понимаете, просто был... Она понимает, что такое текст, и она понимает, что такое текст, весь искрашенный красным. А потом я показала текст без красного. Ладно, вы тоже не восхитились. Нет, нет, нет. Я вообще в шоке, что ты с ней занимаешься сама, потому что мне вот на это не хватает, конечно. А как же мои логопедические опусы? И твои, да, да, да. Нет, ну про вас. Это мы давно восхищаемся. Мы собираемся идти в новую школу, которая... Подожди, ей надо уже в школу. В подготовитель. Там все сложно. Значит, ну мы остаемся в Риге. Мы остаемся в Риге. Мы искали какое-то место, потому что сад, в котором она ходит сейчас, я его воспринимаю скорее как промежуточный какой-то вариант, потому что мы не знали, уедем ли мы куда-то, останемся. Он был там близко к дому, не очень дорогой. В общем, супер. Но там говорят в основном на русский, при этом программа у них как бы подготовительная на латышском. Еще и в Рид. Никакого английского, который она вроде как освоила. Ну, в общем, по ноктику, полнейший в плане языков. И мы знали, что так или иначе, если мы переедем и переедем, если мы останемся, мы будем искать что-то англоязычное. И, значит, вот мы нашли какую-то школу, которая чуть дешевле, чем все остальные, англоязычные в Риге, которые просто стоят буквально как в Принстоне. Простите меня. Да, да, абсолютно такая же цена. Как бы я не понимаю, как это устроено. Ну вот, мы нашли какую-то школу подешевле. Я туда пришла, там есть и сад, и школа. И я говорю, ну, нам будет 6 лет в следующем году, мы в сад. Они мне говорят, нет, ну мы в 6 уже пытаемся их отправить в школу, там у нас такая программа как бы постепенная, международная. В 6 лет уже в школу. Вот, и мы пришли с Соней туда. То есть ей летом 6 будет? Да, ей летом 6. Я говорю, ну думаю про себя, ну в школу так в школу. Вот, и мы пришли туда на собеседование. С Соней? Да. И уже это меня как бы напугало. Ну они такие, ну это просто, как всегда, знаете, это просто скрининг-интервью. Там все проходят. И потом ты не проходишь, и ты такой, блин, я что, скрининг-интервью сейчас не прошел? Блин, пипец. Ну вот, и как бы, собственно, и нам сказали, нет, вам рано в школу. И как бы меня бы это вообще... Надо бы сказать, я и не хотела в школу. Абсолютно. Сами виноваты. Меня бы это вообще как бы не удивило, и я бы предпочла отдать ее в сад по многим причинам, но как бы так, как меня уже настроили, я такая, господи, я не справляюсь со своими материнскими обязанностями, и ребенок не знает буквы. И вот у меня сейчас период, когда Соня учит буквы. Какие? Русские? Так она куда пойдет в результате? Она пойдет туда, просто в сад. Ну и слава богу, куда спешить. Привет, это микроподкаст «Отцы и терапия» в студии Александра Борзенко и Владимира Цибульский. И сегодня тема нашего микровыпуска совместно с нашим партнером Ясна. это смена психотерапевта или психотерапевтки. Ну, надо сказать сразу, что у меня такого опыта нет, и мы так немножко теоретически порассуждаем. Дело в том, что у нас есть повод про это поговорить. Сегодня я был на терапии, и моя терапевтка сообщила мне, что она повышает цену для меня лично, я платил чуть меньше, чем остальные клиенты, справедливости ради, но на 50%. А почему ты платил чуть меньше? Потому что ты такой миленький. Потому что в какой-то момент почему-то оказалось, что я плачу меньше, и она сказала, типа, теперь я повышаю. Я сказала, что я так много повышать? Она говорит, ну ладно, давайте на 10 евро меньше тогда. Когда она сказала на 50%, я просто такой немножко подошалел. Ну, в смысле, не каждый день у тебя что-нибудь растет в цене на 50%, особенно, когда... И это не твои акции. Ну да, смотри, да, это не мои акции. И еще, ну как бы сложно этот сервис поменять, такое ощущение, так скажем. Потому что все-таки, типа, столько времени уже вложено, и ты такой, блин. И как будто бы, значит, эта подписка, ты гораздо сильнее на ней сидишь, чем на... На Netflix. На каком-нибудь... Да, на Netflix, да. Ты как бы в крайнем случае можешь качать торрентов, знаешь. У тебя есть какое-то ощущение страха, как бы, да, перед сменой специалиста? У меня, ну да, у меня стопудо есть, мне кажется. Ну, в смысле, не то что страх, а просто скорее ты думаешь, такой, блин, короче, все по новой, типа, рассказывать, это же... Ну реально, ты столько уже в эту нейросеть... Это без обид, в смысле. Ну как бы загрузил уже столько информации, что, мне кажется, сложно перенести это на... Ну, типа, в новые отношения, знаешь. Вот. Ну да. Откровенно говоря, наверное, я могу сказать как бы точно как бы свое решение, что я либо соглашусь на эту цену, либо я договорюсь на одну встречу меньше в месяц. Ну то есть не четыре раза, а три. Ну, мне кажется, это звучит как план. У меня такая ситуация, что я просто очень давно не хожу к терапевту, и, к сожалению, каждый раз происходит все по одному и тому же сценарию. Я решаю, наконец, что пора. Иду, и после первого раза мне не хочется приходить второй раз. При этом у меня нет никаких претензий к терапевту. Мне кажется, он очень хороший. Я там при случае готов его рекомендовать и все такое. Но просто, не знаю, почему-то не хочется. И так получилось, что я решил в какой-то момент обратиться уже не к психотерапевту, а к психиатру. Ну и мы там говорили на приеме и психиатру ко мне сказали, что, ну, дело в том, что на поход к терапевту там иногда тоже нужны силы какие-то, и это вообще нормально. Но я подумал, что, может быть... Ну, я, с одной стороны, ощущаю потребность в терапии, а с другой стороны, вот мне не хочется возвращаться. Я подумал, что, может, это как раз повод сменить что-то, да. И меня это, с одной стороны, пугает, потому что я помню, что было сложно выбрать в прошлый раз. Ну, то, что там заново приходит, придется рассказывать, меня как раз скорее не пугает. Но я почему-то боюсь, как бы, там, разочарования, да. То есть я вот как-то попробую, и окажется, что плохо. Но я сам понимаю, что это неправильно, что просто не нужно к этому относиться, что первый же человек тебе подойдет, да. И это совершенно нормально, как бы, ну, это как бы бег на длинную дистанцию, а не то, что это вот ставка, которая должна быстро сыграть. Вот, и я таким образом немножко себя утешаю. Вот. В общем, что мы хотели еще сказать, что смена психотерапевта – это абсолютно ок, и в сервисе ясно можно это сделать. Если вдруг не сложились какие-то отношения, или, например, цена не устраивает, это тоже нормальная часть жизни, абсолютно у всех разные условия в этом плане, то можно найти кого-то другого. Ясно огромное количество психологов, и они все проверенные. Просто осталось выбрать того, кто вам лично ближе. Помимо подбора специалистов, ясно, еще есть разные приятные мелочи. Например, там можно поставить себе напоминание за день и за час о сессии, чтобы не забывать о ней, как иногда мы забываем про записи. Я забывал о психотерапии, это безумие просто. Я рассказывал об этом как-то в эпизоде про терапию. Александр, вы где? Я еще просыпал. Я помню, что я из Америки прилетел в Грузию, и я проспал, и у меня была терапия в час дня, я проснулся в два, и мне оставалось только написать, что я проспал, и заплатить за эту сессию. Да, да, самый дорогой сон в истории, как мы знаем. Да, да, да. VIP, полет из Сан-Франциско в Дубай, а может проспать психотерапию? Ну, чтобы у вас остались деньги, значит, на такие перелеты, у нас есть промокод на скидку 20% на первую сессию в сервисе Ясно. Промокод такой сперва, латиницей. В описании выпуска там будет собственный промокод и все остальные подробности. Пользуйтесь, и пусть вам все будет ясно. Вер, а давай расскажи про свою работу. Какой у тебя мысленный процесс? А, я еще хотела сказать, что, ну, помимо работы, на которой я зарабатываю деньги, да, у меня есть музыкальная моя ипостась, которая денег не особо приносит, но приносит очень много удовольствия. Когда мы начали жить в Теревиве, я начала выступать здесь с девочками, у нас вокальный перформанс. Я начала периодически ходить на репетиции, там, что-то такое, выступать. И для Лёва, короче, казалось это более понятным, чем то, чем я занимаюсь, там, в компьютере что-то делаю. Потому что ему тоже было понятно, не просто я куда-то ухожу, а вот у меня, вот я там пою, там, что-то репетирую, потом выступаю, есть какое-то, в общем, занятие. У меня есть, можно и дать этим позаниматься. Но, к сожалению, потенциально может и может приносить деньги, но не ради этого все люди занимаются музыкой. Вам Лёва ещё не задаёт вопрос, кто сколько зарабатывает деньги, почему ты не можешь пойти на работу, дети будут больше платить? Нет, кстати. Видимо, вам вопрос задаёт. Ой, а у нас такое было недавно, такой прикол. Я очень не люблю эти вопросы. Ненавижу. Каждый раз, когда почему-то всплывает какой-то вопрос работы, Соня тоже впадает в панику и такая, я не знаю, кем я хочу быть, когда я вырасту. Они такие, Соня, ну, как бы, блин, ещё будет время. А тут ей почему-то, я так в шутку тоже, просто в шутку сказала, Соня, может тебе быть миллионершей? Ну, типа, богатой женщиной, я не знаю, что-то такое. Вот она такая, я не хочу быть богатой женщиной! Так возмутилась, просто наорала на меня, как бы ушла, устроила скандал. Я думаю, ну, не хочешь, ладно, я же тебя, вообще-то, не заставляла. А тут мы с мамой были в спа. Ну, моя мама приезжала, и мы втроём, три девочки, поехали, значит, в отель, со спа плавали там в бассейне. Соня, просто у неё вот такие были глаза, когда она увидела, что в бассейне есть бар. И я ей там купила молочный коктейль, и она просто как бы онемела от того какого-то счастья. И вспомнила тоже, что это очень яркое моё воспоминание с детства такое же, как у Соня. У меня такого не было, потому что в моём детстве как бы это было просто невозможно. Ну, типа... Бассейн Москва с хлоркой. Там ещё только коктейлей не хватало. Да. Но мораль в том, что потом Соня такая, а мы можем каждый день ходить в спа? Или мы можем здесь жить? Я говорю, Соня, ну это много денег надо. И вот тут наш разговор про то, что она может стать миллионершей, заиграл новыми красками. И мне кажется, она уже так в эту сторону думает как раз про деньги. Да, мы тоже тут недавно были в шикарном доме с бассейном в гостях. Лёва сказала, что он хочет тоже так жить. Но дальше как-то мысль не пошла. Вот у него, что для этого там нужно сделать. Надо подталкивать. У нас у старших детей... Мышление миллионеру. Поддавать, поддавать газку. У старших детей, когда они были примерно как Лёва с Соней, ну чуть, может, постарше. Ну, короче, им было восемь, в районе восьми. Пределом мечтания был мини-вэн. И когда мы стали выбирать машину и купили мини-вэн, у нас был Ford Galaxy, наша первая машина с семьёй сиденьями. Это было просто воплощение мечты. Это было очень приятно. Ровно такая машина была у наших друзей. И они говорили, вот почему у нас не может быть такой машины. И вот у нас была ровно такая машина, она даже того же цвета была. И это было просто с нашей родительской точки зрения, вот что мы состоялись, как родители, которые смогли здесь. Исполнили мечты. Да, им казалось, что ну вот это вот почти как мы миллионеры, да, у нас мини-вэн собственный. Кайф. У нас есть друзья, они американцы, но живут в Италии. И, ну, они очень состоятельные, скажем так. И как бы Соня, мне кажется, это не особо чувствовала. Ну, как-то вроде особо не почувствуешь, но тут они достроили бассейн в своём доме. Я думаю, что если мы туда поедем, и она увидит, что люди живут как бы не просто на вилле, но на вилле с бассейном. С бассейном, с коктейлями. Я боюсь, как бы уровень, к которому нам с Ивоном надо будет стремиться, сильно возрастёт. Да, вот. Ну, и это же тоже напрямую связано с работой, с выбором, чем ты хочешь заниматься. Потому что можно заниматься... Короче, когда у тебя есть ребёнок, всё равно есть какой-то компромисс. То есть я не могу просто пойти там сейчас забыть о том, что мне нужно зарабатывать деньги на какую-то очень-очень маленькую работу, которая потенциальна. Я могу это организовать, но мне сложнее об этом думать. Конечно. Ну, и вообще уровень тревоги, если раньше база была, типа, просто чтобы у тебя была крыша над головой, и были деньги по пятницам ходить в бары условно, и если ты можешь себе это позволить, то ты богатый, да. То есть сейчас, как бы, ну, вот та же вот эта школа Сонина, я понимаю, сколько она стоит, и, как бы, что если я не буду на это зарабатывать, я буду себя, ну, как бы, некомфортно чувствовать так же, как когда-то, когда у меня не было денег. Теперь может она пять. Не хочу. Тише не ходят в школу вообще. Да, а с другой стороны, ты как бы понимаешь, что... Ну, в смысле, я понимаю, что я не хочу жертвовать там совсем время. То есть я не готова идти там на работу, в которой я только буду вот сидеть, работать, и больше ничего, не видеть никого. Вообще точно нет. Вот. И это... Не ради каких бассейнов, конечно. Вообще, да. Да, еще, кстати, начинаешь тоже замечать, что то, что раньше было по умолчанию очень легко и просто, и вообще-то не замечала это даже как работу, то сейчас ты к этому по-другому относишься. И я тоже там общалась со своим психотерапевтом, потому что я тоже сейчас буду, ну, как-то искать такую новую постоянную работу. И я понимаю, что раньше я могла работать, ну, там, в одиннадцать ночи. Вот я понимаю, что мне сейчас надо, или там пришла мысль, или я понимаю, что дедлайн. Вот. И для меня это было настолько просто, естественно, там, работа, жизнь, мне это было все как бы одно. То сейчас, да, что у тебя есть задачи, которые ты не можешь просто как бы игнорировать. И что работа превращается больше в работу, чем это было раньше. Потому что раньше для меня работа была скорее типа способом, не знаю, просто существования. Да, а сейчас это... Да, сейчас надо это выделять. Да, я тоже, я вот проходила зимой. Юра мне подарила музыкальный курс, который очень классный я хотела. И это не работа, это как бы, ну, не знаю, курс. То есть это и развлечение, и образование. Да, и это всего месяц. И там, например, были вечерние созвоны, там, по четыре часа. Между этим мне нужно было там делать, сдавать и так далее. И я поняла, что вот такое более интенсивное моё погружение в какое-то там своё отдельное дело, тоже нужно было это организовать всё. Мне вместе с Юрой, где они будут, что там, да-да-да-да-да. Вот, и это, ну, месяц окей, мы справились, и всё равно там один раз взбесилась там, что кто-то заходил-выходил, а я не могла сосредоточиться, что-то такое. Но вот так на постоянке что-то вот просто отдельное, что я вот такая сижу, и просто у меня там есть своё дело, и вообще невозможно. А раньше это было так естественно, скажи. Да, 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 просто там хоть до четырёх утра сиди, главное сделал, потом лёг, поспал, всё нормально, дальше живём. Ну и вообще просто, честно говоря, я уже не уверена, что смогу ли я даже без Лёвы сидеть до четырёх утра и быть работоспособной. А у меня как раз всегда было, когда, опять же, про старшие детей, когда они были маленькие, ещё до Саши, у меня всегда было проще работать по ночам. Ну как-то с утра у меня не работает голова. Я тогда занималась графическим дизайном в основном. Я сидела до упора до утра. У меня самое главное было успеть лечь спать до того, как дети проснулись. Потому что если они просыпались в полседьмого и видели, что меня нету, они вставали. А если они видели, что я лежу, они могли прийти ко мне и спать дальше. Или не прийти, но спать дальше. Ещё там до девяти, до десяти. А сколько было лет? Ну пять-шесть. Поэтому мне надо было успеть вовремя лечь спать, пока никто там не зашевелился. Я так по ночам всё и делала. Потому что днём при них было довольно сложно что-то делать. А как ты потом день проживала? Это смешной вопрос, потому что когда мы познакомились с Сашей, Саша тогда ещё не работал. То есть он работал, в тот момент он не работал. До этого у него были какие-то, но в этот момент он не работал. И он говорит, я не могу, как ты. И не могу не спать и так далее. Теперь всё оказалось наоборот. Теперь я не могу не спать. Я не могу, если не высыпаю, я зверею. Я могу один день ради дедлайна, там, стадии. Да, ну один день, два дня, да. Я могу неделю на адреналине как бы существовать. В целом мне надо высыпаться, потому что иначе я зверею. А Саша может не спать вообще, вставать в 6 утра, ехать с своими экскурсиями, вставать работать и спать совсем помалу. Да, он у него накапливается там, но он функционирует при этом. А я, наоборот, совершенно не могу. То есть у нас всё поменялось, я не могу совершенно. И я оправдываюсь ещё, когда встаю там в 12, я оправдываюсь, говорю, я так поздно встаю, потому что иначе я буду злая, вам же будет хуже. Саша говорит, да спи сколько хочешь, пожалуйста, пожалуйста. Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку Либо-Либо Плюс. Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале Либо-Либо. Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а ещё подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. Подписка — лучший способ нас поддержать. Можно оформить её на месяц, а можно сразу на год. Так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но всё ещё хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами. Ты сказала про отдых, и мне кажется, как раз, ну не про отдых, а про восстановление. Ты же уже сейчас говорила, что тебе важно выспаться, чтобы нормально функционировать. И это тоже безотрывно, и тоже то, что я недавно поняла. Из-за того, что я не перегружаюсь, я типа часто игнорирую отдых как что-то, какое-то направленное действие, восстановление. Ты как бы, ну я же нормально, что мне тут ещё и отдыхать отдельно надо как-то. На самом деле, очень классно. Как только я вот недавно начала на это обращать внимание, качественно жизнь просто избедилась вообще. Ты начала обращать внимание или начала реализовывать эту жизнь? Да, обращать внимание и реализовывать, да, что вот сейчас я там читаю книжку для удовольствия, и это просто оказывается потом такое счастье, такая радость, такое действительно сил так много. Но также я только недавно поняла, что я одна, ну то есть остаюсь в течение дня там регулярно, но я не уезжала никуда одна. Это не было у меня каких-то тяжёлых мыслей, ну в смысле какой-то, не мысли, а чувств. Ну мне скорее было любопытно, что вау, я вот, ну чтобы несколько дней меня не было одной, такого вот в жизни Юры Лёвы ещё не было. Вот. Знаешь, когда у меня это был первый раз? Когда? В прошлом году, когда в телевизоре. А, точно, точно. Это я первый раз, первый раз летала одна на самолёте, вообще одна куда-либо. Женщина, я просто в шоке. Я как бы, если я не побуду, одна. Мало того, я сейчас, когда мы вернулись в девятнадцатом году в Москву, и дети пошли в школу, наконец все втроём, я вдруг у меня просто, ты знаешь, так какое-то, боже, утро, никого нету дома. Это вообще что-то совершенно неведомое для меня. Но теперь у меня это закончилось, потому что тише все до дома. Он мне не мешает совершенно, он живёт своей жизнью, но ощущение, что вот все где-то пристроены, а я сама по себе, у меня по-прежнему нет. Не, у меня вот это самое главное. Мне как раз главное... Практически в жизни не бывает. Пристроить Соню, вот мы переезжали, да, это первое, типа, пока я не пристрою Соню, и я не буду знать, что у меня есть вот это там, со стольки до стольки хотя бы время, то я вообще не функционирую, но вообще не, ну я вам рассказывала, как я ещё с её младенчества проникнула. Да, это супер история про то, как ты, Леся, придумала сама уезжать, насколько, ну типа на ночь ты уезжала? Ну я уезжала на ночь, но потом у меня начались там какие-то командировки, потом я просто, типа, я уезжаю, пока. А про отдых. Сейчас у меня была эта сдаванка безумная, и мы уезжали в эту нашу поездку, поездка в Берлин, в Амстрадам, была запланирована очень заранее, давно, при том, что у Саши это было по работе, но там была конференция, и потом ещё какие-то всякие дела. Довольно плотно у него был график, но мы решили, что мы поедем вместе с ним, и это будет как бы наше такое путешествие с детьми. Мы сто лет никуда не ездили, все вместе на самолёте. Ну вот путешествие. И там куча наших друзей, в общем, куча удовольствий. И я ждала этого именно как отдыха, что вот сейчас я сдам работу, и у нас будет... И я сдала работу в 12 утра, в 4 нам надо было выходить в аэропорт. Как выяснилось, надо было выходить не в 4. А это мы знаем. Это ещё я уговорила Саша ехать на такси, потому что я сказала, что я после работы не спала всю ночь, что я не способна вот так вот сейчас, в одну секунду переориентироваться на то, что мы едем на автобусе, и на полчаса быстрее собраться. Что я просто не могу так... Так что это нас спасло. Так, ну и как... Вот, и я очень радовалась, что... Я сдаю работу, и всегда после этого наступает такое отвратительное состояние отходняк. Когда ты думаешь, что сейчас вот я закончу работу, и я сделаю то, я с детьми всё, а у тебя просто развал по... У вас такое бывает? Ну, пустота такая. Пустоя. Я ещё помню это по университету, когда ты сдаёшь сессию, думаешь, вот сейчас я сдам сессию, и заживу. А на следующий день ты не можешь встать и отвратительно всё отвратительно. Нет, у меня просто... Распределяется по жизни. Я думала, что вот как удачно, что у меня не будет этого отходняка, потому что мы сразу уезжаем, и переключаемся, и будет куча всего интересного, весёлого, друзья, и поездки, и всё на свете. Нет, так и было на самом деле, это было совершенно прекрасно, не считая некоторых стрессовых по дороге. Но когда мы вернулись из поездки, которая, ну, в некоторых пунктах оказалась немножко нервной, на меня нашло вот это. Задним числом догнало просто. Мне снились какие-то кошмары просвалят. Что мы опаздываем, что мы бежим. И я совершенно не могла себя заставить что-то делать. Ну вот это то, о чём я говорила. Да, потому что раньше ты работаешь, но если тебе надо, ты работаешь, ну, даже месяц, я не знаю, можешь как-то суперинтенсивно, но потом зато ты такой ложишься в кровать, смотришь в потолок, и как бы... И только родители тебе иногда там... Это очень гадкое состояние. Не, я его обожаю. Я не ненавижу. Обожала. Потому что ты ложишься, и ты знаешь, так, у меня ещё два часа, чтобы полежать, а потом надо там забрать Лёву из садика, там ещё что-то там приготовить. Я не знаю, свои дела. Ну, то есть нет такого, что я просто ложусь и лежу. И сколько мне надо, я или не лежу, или я там, я не знаю. Я скучаю очень по этому. Да, просто я... Слушай, у меня начинаются плохие мысли в такие моменты. Я могу неделю вот так вот, если меня никто не трогает, лежать в кровати, пиндж-вотчить сериалы, готовить какую-то странную еду, которую только я могу есть. Не знаю. Скучаю. Ну да, но, Шур, ты при этом сказала, что тебе, ну, всё равно же наступает это чувство такой пустоты, типа усталости. Ну вот да, но я думала, что оно не наступит, потому что мы уехали на неделю целую в путешествие. Ну вот оно наступило. Ну не с такой силой, но тем не менее, какой-то вот этот ходняк меня догнал. И как он закончился? Закончился тем, что мне надо было срочно доделывать работу. Ну тоже вариант. Ну я доделала. Мне было велено, я реставрировала двери. Мне сказали, до конца апреля, прямо жёстко сроки. Сначала у меня был распадон, я не могла как-то заставить себя делать, ничего. Потом я взяла себя в руки, всё сделала. Двадцать девятого утром я написала, что дверь готова. И так была горда. Я была, видишь, я не уложусь в сроки ни с этим макетом, ни с дверями. Всё это одновременно длинные сроки, это ещё очень тяжело, когда ты должен за месяц знать, что у тебя через месяц надо сдать. Работа огромная, ты как бы подсознательно всё время откладываешь. Ты не можешь включиться в начале в дикий темп, да? Поэтому это было мучительно на долгую дистанцию. И тут всё, я взяла себя в руки, доделала, пишу, такая довольная, что я успела, я уложилась в срок. А мне ещё ноль ответов нет. Просто никому не нужно. У меня постоянно такое, что мне кажется, что я опаздываю, я там сейчас, я ничего не сдам, я сдаю с большим усилием, всё это успеваю сделать. И потом, а на том конце провода, я не знаю, в смысле, вот такой, а, да, хорошо, сейчас в течение двух дней посмотрим. Вот. И мне кажется, это тоже какой-то, почему-то, мне кажется, может быть, я не права, что-то про материнство и вот это постоянный менеджмент внутри. Да, что ты сам себя загоняешь, да, конечно, да. Да, потому что тот человек может как бы, да, ну да, да, хорошо, спасибо, там, бывает, конечно, по-другому, но как бы вот мне почему-то в последнее время очень часто так, что я по жизни никогда себя не определяла как супер-гиперответственного человека и так далее. Вот. А тут оказалось, что относительно других людей я все-таки более ответственна. И как будто... Ну, кстати, про дом это тоже так, действительно, потому что часто ты в ужасе, что ты там забросил, не сделал, пол не вымыл, белье не разложено, давно не готовил нормальную еду, плита грязная, ты сам себя как бы и наконец все сделала, и никто даже не заметил. Ты сама заметила. Ну, я сама, да, но как бы... Я сразу, когда у меня чистый, я же это не сажусь. Ну, как бы на самом деле я давно поняла, что это нужно мне, а не кому-то еще. Ну, да, главное. Но при этом, при этом я не могу себя отпустить, как бы и не делать. Нет. Вот то, что Олеся говорила, что она не может ничего делать, когда вокруг коврадак, она всем остальным, на самом деле, во многом... Они как-то... Ну, в твоей голове сколько человек сидит? У тебя там мама, которая такая... У тебя там какая-нибудь бабушка, я не знаю, там много людей, им всем есть на этом дело почему-то. Короче, у меня есть, типа, предложение, так как мы ищем работу, Вера, расскажи про свою дрим-работу, и нам в чате люди обязательно тебя позовут куда-нибудь. Вау. Ох. Ну, тут очень много, конечно же, синдрома самозванца, поэтому я даже озвучить не могу, например, то, что было бы круто, там, задеться саунд-дизайном, хотя я этим занималась, но так, государно для каких-нибудь проектов. Вера хотела бы очень заниматься саунд-дизайном, попробовать тебя в саунд-дизайне. Если у вас есть какие-то фрилансы... Вот это да, Лиз. Вот это круто. Спасибо. А, ну, короче, я хотела с вами еще поделиться коротким инсайдом, который у меня случился от разговора с моей мамой, но, правда, другие мои подруги-карьеристки его не поняли. Короче, мы с мамой... В чем интересный момент? Мы с мамой разговаривали, ну, про Америку после того, как я закончила Принстон. Мы же думали оставаться или уезжать, но как бы получилось так, что мы там решили, что, наверное, проще будет уехать, и дальше уже долгосрочный план строить из места, где, ну, как раз у твоего ребенка, знаете, есть детский сад, и как бы за него не надо платить миллионы, да. Вот. Вот, и маме говорю, ну, если бы я была... Ну, типа, я же с прицепом, ну, так, иронично, имея в виду Соня, фона, вот, а мама такая смотрит, это же самое дорогое, что у тебя есть. И я такая, ну, то есть, мои там подруги, которым я сказала, такие, ну, конечно, мама лучше всего знает, а я это не смотрю на то, как мама меня учит, как бы, как относиться к ребенку, я просто поняла, что, ну, одно и то же ты можешь посмотреть, типа, ну, прицеп, я не могу в Америке, типа, ночевать у кого-то, там, просто на кауче, в гостиной, вот, а с другой стороны, это тот же самый ребенок, это действительно, ну, он же самый дорогой, ну, такой вот хороший. Я понимаю, да. Нет, я полностью разделяю. В общем, я к тому, что, ну, типа, вот так и живем между двух полюсов. А я вспомнил, когда дети рождались подряд, они же практически подряд рождались, пятистишем они, что когда рождался следующий ребенок, я думаю, вот, отлично, я могу ни о чем не думать, у меня законное время, когда я должна принадлежать только детям и семье, и могу, ну, не знаю, полгода не думать о том, что я буду делать. И, слава богу, у нас не было никогда такого, что денег прямо, ну, вот, совсем не хватает, что хошь-не хошь, выходи на работу. Слава богу, такого не было. Поэтому я могла себе позволить именно вот понять, что вот это не прицеп, а вот это вот и есть моя жизнь, которой я вот сейчас в полную катушку занимаюсь, а об остальном я буду думать потом. Я всегда хотела работать и что-то делать, но действительно в этот момент я понимала, что вот это вот и есть самое сейчас главное. Блин, да, у нас есть плохой отец и хорошая мать. Они друг друга балансируют. Это правда, когда у тебя на руках младенчик малюсенький. Мне кажется, что вот это вот и есть. Ну да, смысл очевиден, как только появляется младенчик. Понимаешь, когда он подрастает, это так не работает. Блин, может, я психопат, но мне кажется, у меня такого не было. Слушай, у нас не так это называется. Будет о чем подумать на курсах по материнскому угоранию. Как всегда, женский выпуск. Оптимистичный. Класс! Ни одного мема даже не было. Ну ладно. Мы не так уж часто тут... Слушай, мы редко встречаемся, у нас своих нет. Что, мы должны цитировать их мемы бесконечно? Еще не хватает. Нет, мне немножко стыдно, что я вначале немножко наехала, что Саша не подхватил всю жизнь, когда у меня был дедлайн. Потому что он на самом деле много всего делал. Это я про себя рассказывала, что я сама виновата, что я не могу отключаться. Это моя проблема. Мы уважаем, уважаем наших мужей. Я тоже, Иван, тебя уважаю. А я тебе даю, Ёрочка, спасибо. И ценю. Да, я уже не помню, что мы там наговорились. Но на всякий случай мы вас любим. И ценим. Мы хотим сказать спасибо студии Либо-либо, редактору этого подкаста Андрею Борзенко, продюсеру Кириллу Сучеву и звукорежиссеру этого подкаста Сергею Христолюбову. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Сперва Ради и писать туда о вере предложения, если у вас есть какие-то фрилансы по саунд-дизайну. А я выложу свои фотографии со временем, когда отдохну. Класс. Но если у вас есть какие-то предложения для выпускника Принстона, тоже можете. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин